Канобу.ру представляет Вы когда-нибудь задумывались, что будет с человечеством после ядерной войны? Ученые утверждают, что все умрут. Но кто будет слушать каких-то глупых ученых? Компания ProZibin Set One Games анонсировала выход новой онлайн-экшен RPG Living After War — Жить после войны. Сюжет довольно незатейный. Человечество, видимо, дошло до пика своей эволюции и обалдело от собственной значимости. Началась война за территорию. Все дружно нажали на кнопку, огромное количество ядерных бомб встретилось на синем небосклоне, и, как итог, все зверюшки передохли, а Земля превратилась в огромную помойку. Немногие, оставшиеся в живых, собрали свои вещички, сели на большой космический корабль и улетели в надежде на то, что за 200 лет все само собой как-нибудь рассосется. Вернувшись, люди понимают, что мало того, что ничего не рассосалось, так еще и откуда-то повылезали мутанты Наки, которые совсем не рады возвращению бывших хозяев Земли. Вообще, было бы странно надеяться, что людей встретят с оркестром, а потом еще поведут в стриптиз-клуб чай с тортиком пить. Поэтому начинается новая война. Разработчики обещают множество различных локаций на любой вкус. От пышущих жизнью оазисов, что крайне странно, учитывая весь трагизм ситуации, до вымерших пустошей. Людям и Накам выделили всего три класса, дабы не запутывать игроков и не отвлекать их от процесса. Воин, который танк, призрак, который ниндзя, и аспер, который техномаг способный призывать роботов. Согласитесь, все логично. Если эпическая фэнтези, то призываем радужных единорогов, если постапокалипсис, то на помощь приходит орда мехов. Чтобы разнообразить игру, в Лоу обещают довольно занятную систему ПВП, которую разбавили элементами стратегии в реальном времени. То есть, помимо товарищей по оружию, хаотично бегающих и защищающих базу, которым можно составить компанию, появится возможность управлять танками и летать на вертолетах. Кстати, сама база дается не просто так. Ее нужно собрать из невообразимой кучи ресурсов. Их мы получаем, выполняя квесты из серии «Пойди туда, не знаю куда» и «Принеси мне то, не знаю что». Также обещают стандартную ПВЕ-систему, когда собирается группа друзей и с песнями выносят всех жителей подземелий и прочих локаций ради драгоценного лута. Вот такая жизнь после войны ожидается в первом квартале 2012 года. А попробовать на вкус постъядерный апокалипсис можно будет уже в декабре 2011. Какой фанат «Звездных войн» не мечта стать джедаем? Сотни мальчишек и девчонок, а также бородатых и не очень дядек по всему миру, сжимая пластиковый световой меч в руках, приговаривают как мантру «Скоро-скоро я стану джедаем!» Ну или ситхом. С момента разработки Star Wars The World Republic полмира ерзают на пятых точках и как голодные рыбки жадно хватают любую новость. В октябре мы узнали, что не только жители Америки, но также и Австралии и Новой Зеландии смогут принять участие в бете. Все, конечно же, обрадовались. Был большой праздник, все пили и бегали топлес. А может и нет. А в начале этой недели только и говорят о щедрости разработчиков, которые направо и налево раздают ключи тем, кто не успел войти в ту самую миллионную армию счастливых закрытых бета-тестеров. Теперь все, кто опять-таки успел зарегистрироваться на сайте до 18 ноября, получают доступ к так называемому стресс-тесту, который будет проходить исключительно по выходным. Не стоит путать с бетой, на которую, как известно, все билеты проданы, а места заняты. С самого детства нас учили, что все тайное всегда становится явным, тонко намекая на довольно толстые обстоятельства, при условии, что нас самих смогут уличить в наших же проделках. Компания Фанком, видимо, не стала дожидаться, когда в их стены проберется шпион, и решила сама по капельке выдавать информацию о персонажах Сикрет Волл. Эту неделю они объявили неделей тамплиеров и выложили целых шесть новых изображений этих загадочных европейцев. Безусловно, скриншоты говорят о многом, особенно если вы никогда не видели ни одного ролика игры, но при этом умеете снимать порчу по аватарке. Впрочем, разработчиков можно понять. Они подкидывают маленькие вкусняшки, ну или, как в этот раз, картинки, чтобы еще больше разодорить любопытных игроков и завлечь как можно больше душ в свой секретный мир, которых, кстати, уже около полумиллиона. Давным-давно, когда Fallout 2 был пройден вдоль и поперек, а третья часть находилась еще в разработке и являлась нам только в самых смелых фантазиях, вышел Hellgate London, вышел и прошел. И можно было бы вздохнуть, то ли с облегчением, то ли с некоторым разочарованием, завершая данную ностальгическую паузу, если бы компания Hunbitsoft еще в сентябре не обмолвилась о преемнике Hellgate. Пока никто не знает, как именно будут выглядеть обновленные врата ада, однако уже известно, что создатели игры подписали соглашение с Epic Games на использование движка Unreal 3. И кто знает, может обновленный Hellgate, над которым трудятся уже около года, вызовет у игроков не только вздохи и выдохи, но и радостные визги и писки. Впрочем, если верить разработчикам, которые также вскользь упомянули, что Hellgate MMO будет не сильно отличаться от своего предшественника, может и нет. На сегодня это все. С вами была Карина. Увидимся на следующей неделе. И ведите себя хорошо. Хорошо.